Открыт для въезда. Через областной центр идет большой поток транспорта. Машины тщательно досматриваются на постах ГИБДД. Правда, в самом Орле нет подобных заградительных постов, рассказал по телефону глава департамента здравоохранения Иван Залогин. Площадки определяют ГИБДД, чтобы было с одной стороны, как это, ну, не создавало каких-то препятствий при движении. Соответственно, ну, видимо, есть какие-то площадки. Это уже наша задача, просто организовать место проводить, выделить там специалистов, оборудование для этого. А расставляет уже, наверное, ну, все, кто в этом понимает, ГИБДД. Областной центр во время нерабочей недели словно вымер. Улицы практически безлюдны. Орел наконец-то решено не только помыть, но и продезинфицировать. Это никак не связано с экологическим месячником. Ждали установления погоды. Основной участок – это центральная дорога, которая пройдет по Московскому шоссе, Московской улице, по Комсомольской и Крамскому шоссе. Здесь будут работать шесть автомобилей и два трактора, которые будут работать на уборке тротуаров. Помимо центральных улиц с гипохлоридом натрия пройдутся по второстепенным. Накануне помыть решено было и остановки. Существуют титулы. Сначала работаем по первому маршруту, потом второй, третий. И так будем продолжать до тех пор, пока не отменят данный режим. В шестой день самоизоляции, который действует в Орле с субботы, 28 марта, на улицу потянулись пенсионеры. Находящиеся в группе риска представители золотого возраста стараются избегать мест массового скопления людей. На дачу собрался. Собак приходит гулять. Кому же гулять? Ну как не выходить на воздух? Вот что. Там разрешают в сквер выходить, собаками гулять, мусор выносить. Ну вот, а я сейчас голубка прилетит, у меня белая, я ее кормлю уже. Второй год. Спасибо, что сидите дома. Вам говорят Виктория Юркова, Ирина Волкова. Телеканал Первый областной.